Я нахожусь в центре Киева, в самом сердце нашей столицы. Здесь снимались очень многие ребята. На этих буквах было очень много мордочек ваших, потому что это одна из достопримечательностей Киева. И я этим хочу сказать и показать свою любовь. Смотрите мои влоги каждый день, потому что я люблю вас. Влог начинается с фразы Мама, я принцесса? Нет. У тебя гендерная дисфория. А сегодня я хочу поговорить с вами о отношении. На заднем фоне Саша монтирует твой влог. Мой влог, который вы увидите сегодня. Монтирую в торговом центре, потому что я дома теперь нет. Ничего страшного, Саша будет жить у меня. Вы представляете, Саша, можно рассказать им эту историю? Я не знаю, какое у Саши было настроение, но он захотел пойти с Таней гулять. Они пошли гулять, и я поехала домой. А хотела с ними пойти в эту салатницу нахрен. И угостить их едой. Сегодня мы встречаемся с Сашей. И оказывается, он ночевал на улице. Я охренел. Других слов я не подберу, потому что в Киеве очень холодно. Такое ощущение, что к нам пришел антарктический циклон. Без куртки и без шапки ты сегодня не выйдешь на улицу. И вот, представляете, Саша все это время спал на улице. Вместо того, чтобы позвонить мне, блин, мать Терезе, да, грубо говоря. То есть подруженце своей и сказать, слушай, может я приеду. То есть человек никогда не любит никого напрягать с собой. Ладно, что мы о нем только говорим. Поговорим о вас, мои дорогие курочки. Что с вами случилось, мои дорогие принцессы? Что вы после года отношений перестаете за собой следить? Жирнеете? Забываете своей головы вынимать эти всякие гульки, мульки, все остальное, что накручивает локоны? И так ходите по дому и можете еще жопу почесать перед мужем или перед парнем. Я этого не понимаю, потому что курочки мои. Мужчина вас влюбляется в такую, как он видит в первый раз. Вот такой эффект, который вы произвели первый раз, у него это отсядет в голове. Мы, женский пол, более эмоциональные и все воспринимаем через эмоции, через чувства и все остальное. Мужчины думают двумя... Если бы я не держала камеру, я бы вам показал это более правильно, а вы бы меня поняли. Тут один мозг, тут второй мозг, а посередине логика. То есть им надо постоянно все объяснять. И когда вы думаете, что он сам догадается о чем-то, ни хрена подобного. Wi-Fi у него не работает в голове. Вы должны все говорить прямо. О том, что думаете, что чувствуете, да? Потому что когда вы типа делаете намеки, поверьте, до него этого не доходит. Пока мне не скажешь прямо, дорогой, я от тебя ухожу, ты другой. Саша, блин, ты меня смущаешь. Меня смущают все здесь люди, потому что, знаете, когда я записываю свои влоги, обязательно будет толпа людей, которые будут именно не то, чтобы палить на меня, а просто лазером прожигать. А еще, когда я шла сейчас к Саше в метро, было дохренища людей. Как будто, я не знаю, тараканы сбежались на гулянку. У меня такое ощущение, что конец света наступил сегодня. Чувак, это церковь, возрождение. У них тут происходит божественное служение. Вы представляете? Меня выселили с того места, где я живу. Из-за них я сейчас здесь. Ах, они конченые. Вы понимаете? У них тут происходит служение, они здесь поклоняются. Привет, писька моя. Понимаете? Садись. Я тут влог снимаю. Это Екатерина Чулкова. Да. Суперфотограф, кстати. Снимают очень для многих изданий. Для чего ты снимала последнее? Расскажи мне. Луи, итальянский журнальчик. Слушай, я побежала. Все. Понимаете, да? И здесь мои телочки меня окружают. Кстати, очень хороший фотограф. В действительности. Снимают для одних из лучших журналов, как Украины. Vogue, Офисель, Хапперс Базар и так далее. Также для иностранных. Работают в Париже, Милане. Если что, обращайтесь на правах моей рекламы. Я смотрю, тут мужчины ходят со своими девушками на свиданку. Водят их в кино. А меня никто не водит, потому что я цветочек полевой. Но я надеюсь, что когда-то придет мой ковбой. А, сейчас мы что-то отошли вообще от темы, потому что меня все сбивают. То я плачу, то я смеюсь, то я рыдаю, то я люблю. То есть у меня сейчас как, знаете, батут. То низко, то высоко. Эмоциональный порог. Так вот, мы говорили о вас, мои дорогие курочки, которые забивают хер почему-то на себя. Перестают за собой ухаживать. У меня закончился... Пленка закончилась на айфоне. Пленка закончилась. И вы понимаете, Саша как спасатель всегда меня подхватит, выручит и поможет мне во всем. То, что мы сегодня забыли наш фирменный диктофон включить, но теперь будет звук с камеры. Да, я иногда не забудка, и у меня началось... Мне надо гингобилобу попить. Кстати, гингобилоба помогает всем девушкам, которые страдают памятью. И у них память как у рыбы. Три секунды. Будьте красивыми, следите за собой. Потому что мужчине это важно, вы должны его восхищать. И кстати, знаете что? Вот честно, я бы простила, я могу простить мужскую измену. Знаете почему? Потому что мужчины думают по-другому. Они изменяют физически больше, чем морально. А вот если девушка изменяет, она изменяет больше как раз не физически, а морально. То есть если девушка уже готова на измену мужчине, то вы, дорогие мои, душой изменяете... Вы чувствуете, да, разницу физически, потребность у мужчины, да? Или ваша именно душевная. Но я, кстати, думаю, что человек, который реально любит, он может простить всё. Честно, может, я сейчас не права. Но те люди, которые, наверное, прошли через это, да, проходят через это. Если вы дорожите человеком, если вы его любите, вы можете пройти через любые трудности с ним. Почему вот ценно, да, как наши родители, бабушки, дедушки, живут по 40 лет вместе, по 50, всю жизнь проживают вдвоём. И они прошли через такие херни, если честно. И мне кажется, их это больше закалило война, да, вторая мировая, там, голодоморы, ну, всякое такое, что они пережили. И у них любовь была другая. Сейчас это больше, наверное, страсть и потребность физическая. И очень редко, когда мы можем найти своего человека, да, которого любим и в который у нас в голове, ну, 48 часов нахер в сутках. Не то, что 24, а 48. И для него ты должна быть красоткой, блядь. Поняла меня, потаскуха? Для него ты должна быть царицей. Не для другого Васи, Пети. Мне очень нравится Восток своими традициями. У них всё в мелочах. И мужчина, кстати, там очень редко ходит налево. Если он позволяет себе ходить налево и иметь там вторую, третью, четвёртую жену, он может их обеспечить. Там есть такая фигня, когда женщина показывает, что она хочет, он не имеет права ей отказать. Ты можешь себе позволить столько жён, сколько у тебя капитала на них хватит. И на детей от них. И у них есть такие вот мелочи, традиции. Каждое воскресенье, например, делать массаж своему мужчине. Кстати, стоп. Это немаловажно, что... Хитрость в чём? Мужчина запоминает тактильные ощущения именно своей девушки. И когда к нему прикасается другая женщина, у него на подсознательном уровне срабатывают отторжения. То есть там очень прохаванные бабёхи, чтоб вы знали. И, кстати, меньше требуете пи***ть. Чем меньше вы требуете, тем больше вы получите. Потому что у мужчины, кроме вас, куча проблем. Он много чего решает. И сейчас я буду, наверное, на стороне парней. Потому что в действительности мужчина добытчик. Они хоть про это на данный момент забыли? У мужчины очень много головной боли. А то ты ещё ты, корга, его пилишь. То ты не сделал, то ты забыл, то ты ещё не можешь. Поверьте, лучше будет, и мужчина будет меньше ходить налево, если вы будете меньше его трахать. Трахать его бедные мозги. Тогда он тебя будет спрашивать, а что произошло? А что случилось? А что тебе надо? А чего ты хочешь? Я хочу, чтобы вы подписывались на мой канал. Хочу, чтобы вы активно, активно меня комментировали. Говорили минусы и плюсы. Хочу, чтобы вы были креативными в высказываниях своих правильно. Потому что я только учусь, вы это прекрасно знаете. Любите меня, следите за мной и ставьте палец вверх. А я, трансуха Анжела Сиаруси, прошу только единственное от вас. Быть собой, любить людей, которые вокруг вас, уважать их и быть шикарными курочками. Потому что вы этого достойны.